В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Пьяный лес. Ученые дали объяснение редкому явлению в Шиловском районе. Еще не сезон. Спасатели предупредили об опасности нахождения на льду. Непривычные проездные. В Рязани вводятся электронные браслеты для оплаты проезда в общественном транспорте. Отделаться легким испугом. За миллионные долги по зарплате гендиректор санатории «Сосновый Бор» отделалась штрафом в 50 тысяч. Рязанцев приглашают посмотреть на дюймовочку. Новое прочтение известной сказки покажет театр кукол. В Рязани вводятся электронные браслеты для оплаты проезда. Особый интерес к непривычному проездному ожидается со стороны школьников и студентов. Как они будут работать, знает Валерий Седов. Сейчас оплатить проезд в общественном транспорте можно различными способами. Карточки, брелоки и, конечно же, наличные. Теперь появился новый модный аксессуар – браслет «Умка». Им можно оплатить проезд в городских троллейбусах и автобусах, а также в маршрутных такси, которые подключены к системе особ. Опознать такой транспорт просто. На них будет специальная наклейка проекта «Умка». Новый браслет предоставили широкой публике 24 ноября в конференц-зале Рязанского института филиала Московского политехнического университета. Пока существует не так много разных цветов этого аксессуара. Для студентов это желтый, для школьников – зеленый. Для этих социальных групп браслеты будут выполнять куда больше функций. Например, как пропуск на входе в учебное заведение. Браслеты уже готовы к работе. Стоить они будут 400 рублей. На данный момент существует всего 11 мест, где можно пополнить баланс браслета. Сделать это можно и через банковские аппараты. В общем-то, количество пунктов пополнения, скажу без ложной скромности, на наш город достаточно большое по сравнению с аналогичными проектами в других городах. Поэтому пополнить карту, пополнить любой носитель достаточно легко в нашем городе. Внедрение электронных способов оплаты проезда на транспорте – это современная реакция на общероссийскую динамику развития безналичных платежей во всех сферах жизни. На сегодняшний день оборудование для приема электронных платежей установлено на всех автобусах и троллейбусах, а также на 40% маршрутных такси. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». В Рязани рассмотрели уголовное дело в отношении генерального директора санатория «Сосновый Бор», не платившей своим сотрудникам. По материалам следствия, с марта 2016 года по июль 2017 года около 150 сотрудников санатория не получали деньги за выполненную работу. При этом средства, чтобы заплатить им, у организации были. Долг по зарплате составил более 10 миллионов рублей. В ходе следствия был арестован транспорт санатория и земельный участок общей стоимостью 16 миллионов рублей. Благодаря этому сотрудникам выплатили около 7 миллионов. В суде генерального директора санатория признали виновные. В следствии судом установлено задолженность перед 147 работниками санатория образовалась с марта прошлого года по июль 2017 года включительно и составила более 10 миллионов рублей. В то же время руководство санатория фактически имело финансовую возможность полностью выплатить задолженность по заработной плате всем работникам. Приговором мирового судьи с учетом позиции государственного обвинителя Нине Ананины назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалом. Лед на водоемах еще не успел окрепнуть, а рязанцы уже открыли сезон зимней рыбалки. Сотрудники МЧС отправились в рейд, чтобы в очередной раз напомнить всем о правилах безопасности. Зимняя рыбалка может стать причиной трагедии. Несмотря на минусовые температуры, лед только начал вставать на водоемы Рязанской области. Он слишком тонкий, чтобы выдержать вес мужчины и даже ребенка. Сотрудники МЧС напоминают, что безопасной толщиной считается не менее 7 сантиметров чистого льда. В осенне-зимний период прошлого года у нас погиб один человек со льда. То есть вышел человек на рыбалку, попробовал лед, лед его выдержал, то есть проверил, что лед крепкий, пошел и попал в промойную и, к сожалению, погиб. Еще четырех людей сотрудникам МЧС удалось спасти. Однако стоит помнить, что находиться в холодной воде можно не более 5-7 минут. Дальше тело сковывают судороги и конечности перестают слушаться. Поэтому если человек оказался в воде, помочь ему нужно немедленно. Любым подручным предметом, будь то палкой, доской, которую можно найти на берегу, подползти к человеку и подать ему данный предмет. Из-за этого предмет его вытащите. Помочь себе можно и самостоятельно. Для этого встаньте спиной к краю проруби и закиньте ногу на лед. После чего перекатитесь подальше от опасного места. Сделать эти движения может даже ребенок. На выходные дни запланировано увеличение количества патрулирований в связи с тем, что начался период для доставок. В этот момент патрульники ГИМС и также общественных организаций будут патрулировать водные объекты. В основном это места массового выхода на лед. У нас их Рязанской области, 48, где будут проводить беседы. Семь патрульных групп одновременно будут дежурить на территории области. Дополнительные патрули сформируют из представителей местной администрации, сотрудников ОВД, представителей Всероссийского общества спасения на воде. Таким образом удастся охватить территорию всей области. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Проблемы нашего города меняются в зависимости от времени года. Осенью грязь и лужи, а зимой непроходимые сугробы. Но порой ситуация не подвластна смене сезонов. Об одной из таких расскажет Валерий Седов. Прямо за моей спиной находится остановка общественного транспорта у Центрального парка культуры и отдыха. Казалось бы, дойти до нее всего два шага, но мешают ограждения. Чтобы до нее добраться, нужно идти к далеким пешеходным переходам. Однако отсутствие асфальтированной дорожки от пешеходных переходов до остановки общественного транспорта значительно усложняет задачу. Чтобы добраться до нее, придется преодолеть не одно препятствие. Осенью это грязь и лужи, зимой снежные сугробы и во все времена года нависшее над дорожкой дерево. Однако выбора нет. Пожалуй, не пользуются этой тропинкой только женщины с колясками. А вот молодежь и пенсионеров ничего не останавливает. Даже близость к проезжей части. Там проезжая часть, нет тротуара для пешеходов. Машины летят на скорости, движение интенсивное. Вот где настоящая опасность. Люди бегут, а машины окатывают водой. Стоянку для транспорта около парка заасфальтировали. Даже дуб, который там века стоял, убрали. Добро пожаловать, машины. А людям дорожку к остановке – это не обязательно. Как-нибудь доберутся. Правда, можно пройти и мимо опасной тропы. Только вот путь получится куда длиннее. Но за все время съемок репортажа таким маршрутом не воспользовался ни один из пешеходов. Проблема существует уже не первый год. Но никаких изменений за все время так и не произошло. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Новогодние ели начали устанавливать в Рязани. Работы ведутся с 15 ноября. Пушистые красавицы уже появились на Московском шоссе и Театральной площади. Монтаж конструкции стартовал и на Площади Победы, улице Речников и Высоковольтной. К Новому году в Рязани установят 34 ели. Почти все они появятся на привычных горожанам местах. В центральных площадях и местах скопления людей. Неожиданностью станет лишь одна красавица на улице Щерса, дом 5. Такое решение приняла администрация города по просьбе жителей. Кроме того, город закупил две новые искусственные ели и две натуральные. Натуральные – это площадка Центрального парка культуры и отдыха и торговый центр «Кит». Новые ели будут установлены на Лыбинском бульваре, площадка перед цирком и КДЦ «Октябрь», улица Новоселых. Красавицы будут высотой 9 и 12 метров. Их украсят 300 новых шаров золотого и красного цветов. Появится в городе и привычная праздничная иллюминация. Световые фонтаны – это площадка перед бывшим кинотеатром Москва, площадь Победа и площадь Театральная. Также будут установлены новогодние снеговики, количество шестей штук. Параллельно работы ведутся на трех объектах – это площадь Победы, улица Речников и Высоковольтный. В установке праздничных конструкций рабочим помогает вышка, кран и самосвальная техника. Работу планируют завершить до 15 декабря. К этому моменту город должен полностью преобразиться. Зимой в центре Рязани появится три главных городских катка. Расположены новые ледовые площадки будут на площадях Победы и Театральной, а также на Лыбецком бульваре. Об этом сообщает группа «Новый год в Рязани – фестивальная зима». Помимо новых ледовых площадок всего будут работать 40 катков. Рязанцев приглашают посмотреть на Дюймовочку. Необычную театральную постановку играют на сцене Театра кукол. Всем знакомое и любимое произведение Андерсона предстает в новом свете, а сами актеры называют спектакль экспериментальным. Дюймовочка в стиле стимпанк. Вместо сказочных декораций – химическая лаборатория, а вместо привычных кукол – сложные технические приборы. Экспериментальную постановку представил художественный руководитель Рязанского театра кукол Валерий Шацкий. Работа над ней велась больше года. В основе лежит сама сказка, плюс ко всему сценарий Эрдмана – это к мультфильму, старому доброму нашему мультфильму. И какие-то мои там доработки. Поэтому все не так просто. Премьеру спектакля планировали на апрель, однако первый показ состоялся лишь в ноябре. За это время театральная труппа смогла создать другую реальность. Герои не просто живут, но и проводят настоящие химические опыты. Вода здесь меняет цвет и покрывается пузырями. Ребята в школу ходят и на уроки химии могут посмотреть и спросить учителя, как это получается. Ведь всему можно научиться, и даже химическим опытом. Еще одно ноу-хау – это необычная кукла на запястье. Ее придумал молодой человек из Томска. Крошечная кукла совсем не похожа на привычные тростевые. Она делается индивидуально под руку актера и имеет особый принцип управления. Управлять, допустим, головой куколки нужно при помощи запястья, а тут нужна постановка руки. Важно, чтобы кисть была прямо и расслаблена такая. Важно, чтобы управление куколкой происходит за счет крепления здесь. И это совершенно неудобная и не очень естественная позиция для руки актера. Чтобы кукла выглядела живой, актер должен тренироваться несколько лет. Однако от многочисленных репетиций устают не только люди. Лесочки растягиваются, и уже нет точной передачи движения. Глазки, потому что надо на другим пальчикам… Все пальцы задействованы, потому что при помощи одних пальчиков мы делаем ножки, а другие пальчики отвечают за поворот вверх-вниз глазок. То есть там очень сложная система. В постановке задействованы всего три актера, но они оживляют десятки персонажей сказок. Добавилась и новая сюжетная линия. Судьба крошечной дюймовочки оказывается тесно переплетена с девушкой на инвалидном кресле. Вместе они преодолевают трудности и учатся летать. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». За скрученные будто в петли стволы заезжие туристы дали необычному лесу в Шиловском районе приобидное название. Даже на Курской косе в Калининградской области схожую аномалию нарекли танцующим лесом. Рязанские же сосны прозвали пьяными. В течение долгого времени объяснений этому феномену давалось много. В основном версии были сказочные и мифологические. Но географы совершили открытие, объяснив, что стало причиной уникальному явлению. Современная наука пьяный лес вниманием не обошла. Ученые-географы Рязанского государственного университета имени Есенина взялись поразмыслить и приблизились к разгадке тайны Шиловского криволесия. Чтобы понять суть явления, нужно познакомиться с сосной поближе. Сосна не вскрывает своего возраста и пилить ее ради этого не нужно. Достаточно посчитать число мутовок. То есть местные стволи, откуда дружно во все стороны растут ветки. Вот, приглядевшись к соснам криволесия, специалисты кафедры физической географии РГУ обратили внимание, что с высоты 2,5 метров гнутые стволы сосен дружно выпрямляются, выдавая серию из 35 мутовок. У местных краеведов, у всевозможных любителей поговорить об аномальных явлениях возникали мысли. Может быть, нечистая сила постаралась. Однако, поверьте, научные открытия иногда гораздо интереснее, чем попытка привлечь потусторонние силы. Ученые делают вывод, что примерно с 1980 года в жизни пьяного леса наступил период трезвости. Нижняя искривленная часть ствола содержит запись о 5-6 необычных годах в жизни леса, когда невероятная по мощности сила заставила молодые деревца расти верхушкой на запад. Перед нами настоящий природный факт, запечатлевший в дереве доказательство того, что примерно в 1975-1980 годах был период, когда были очень снежные зимы, и когда огромное количество талого снега запитывалось в грунт. Это вызвало плащеобразное сплывание массива песка, и из-за этого молодые сосны, только что посаженные на этом участке, еще не имеющие глубоких корневых систем, были вынуждены клониться в сторону запада к Оке. Каждое лето после того, как уровень грунтовых вод падал, они устремлялись снова ввысь, затем еще раз год их влажный наклонял в сторону Оке и опять. И вот закончился этот период примерно в 1980 году, когда Олимпийский мишка устремился в стратосферу. Пьяный лес сегодня рассматривается как претендент на включение в перечень объектов природного наследия Рязанской области со статусом памятника природы. Лесорубы не особо зарятся на извилистые стволы, из которых ни избы не сложить, ни горбыля напылить. Правда, лес этот могут просто спилить, а на рост части высадить новый, по возможности прямой. Потому ученые и озаботились вопросом охраны гнутого бора, кривыми стволами запечатлевшего информацию об изменении климата в 20 веке. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов. Телекомпания «Город». Ярмарка вакансий проходит в медицинском университете дважды в год. С самого первого раза акция зарекомендовала себя как нужное и важное мероприятие. Студенты и ординаторы присматриваются к потенциальным работодателям и получают ясную картину, где и какие специалисты востребованы. В здании медико-профилактического факультета оживленнее, чем обычно. 90 работодателей из учреждений здравоохранения Рязани и области, экологии Тулы, Тамбовской и Владимирской областей приехали, чтобы познакомиться со своими будущими сотрудниками. Выпускники РЯЗГМУ – желанные специалисты в любой поликлинике. И в поликлиниках города уже сейчас не так много вакансий, вы знаете, практически их нет. А в районах остается. Будем работать. Но надо понимать, что, конечно, это не только вопрос регионального Минздрава и медуниверситета, и, конечно, вопросы глав районов, насколько они активно хотят видеть специалистов, создают для них комфортные предложения и определенные преференции. Конечно, молодой специалист желает, чтобы его ждали, чтобы ему были рады, и он должен и хочет это видеть. Но эти ярмарки, конечно, определенные, большое слагаемое, большой комплекс на работу. Основная ценность мероприятия – ясная картина и для студентов, куда обращаться по поводу работы после окончания вуза, какие специалисты и где именно востребованы, и для медучреждений, нуждающихся в квалифицированных кадрах и находящих их именно здесь. Во-первых, приезжают уже главные врачи, не просто, так сказать, руководители отдела кадров, главные врачи, которые рассказывают студентов, убеждают потенциальных выпускников и работников, что стоит поехать в то или иное лечебное учреждение. И то, что мы имеем положительный эффект, это однозначно. Мы вот в этом году практически уже закрыли первичное звено в городе Рязани. То есть участковая служба заполнена сейчас почти где-то на 95%. Традиция проводить ярмарку вакансий сложилась около пяти лет назад. К настоящему времени в ней принимают участие порядка 90 учреждений здравоохранения. И статистика показывает, что с каждым разом расширяется география. Новые и новые регионы приезжают в Рязань, чтобы найти нужных сотрудников в штат медучреждений. И каждый стремится заинтересовать будущих специалистов, предоставить им наиболее комфортные условия работы и проживания. Ведь качественные специалисты, каких выпускает Рязанский медуниверситет, всюду на вес золота. Мы входим в программу «Земский доктор». То есть наши специалисты молодые, которые к нам приходят, они получают миллион. Это сразу позволяет решить жилищную проблему. Потом, я думаю, что хорошие, когда приезжают молодые ребята, они видят, что хорошая диагностическая база и лечебная. То есть они имеют все возможности для роста профессионального. Это тоже привлекает, конечно, к нам, молодых. Ребята же в основном собирают информацию, чтобы уже до поступления в ординатуру определиться со своим будущим. Так как мы с медикой профилактического факультета, у нас немного сужен выбор. Больше гигиенические дисциплины различные или диагностика какая-нибудь. В принципе, есть вакансии в Центре гигиены и эпидемиологии или в Управлении Роспотребнадзора. Основные такие. Также требуется в санатории вакансии. Сизиологи, аниматологи нужны. К сожалению, мне больше интересен в травматологии. Поэтому хочется надеяться на лучшее что-нибудь найти для себя, подыскать. Но, конечно, будем искать дальше. Отметили, что профессия врача по-прежнему является очень востребованной. Не хватает кадров на периферии. Особенно много проблем с узкими специалистами. Надеюсь, что в скором времени мы эту нишу заполним. Главврачи больницы-поликлиник, студенты и ординаторы подчеркивают пользу ярмарки вакансии. Но значимое это мероприятие в гораздо более широких масштабах в развитии здравоохранения региона и страны. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Часто люди смотрят детские творческие конкурсы по телевизору. Но в скором времени на таком событии сможет побывать каждый рязанец. В середине декабря в нашем городе состоится ежегодный всероссийский фестиваль творчества и талантов для детей «Мини-мисс» и «Мини-мистер Великая Русь». Подробности предстоящего события знает Анна Ягерцовская. Мальчики и девочки в возрасте от 3 до 16 лет уже начали подготовку к фестивалю талантов «Мини-мисс» и «Мини-мистер Великая Русь», финал которого состоится в ресторане «Небо» 17 декабря. До этого дети будут учиться актерскому мастерству, а замдефиле – участвовать в различных мастер-классах, в том числе изготавливать поделки. Поскольку у нас канун Нового года начинается, это будут новогодние занятия, они будут делать подарочки для родных и близких, подарочки на елочку, узнавать разные материалы, которые у нас сейчас есть. Ну, получать удовольствие, конечно. Такие мастер-классы помогут раскрыть в детях новые таланты, а также позволят еще больше поверить в себя. Этот фестиваль дает возможность любым талантливым детям заявить о себе. В нем принимают участие и ребята с ограниченными возможностями. Дети те, которые талантливые, у кого не всегда есть возможности, что они могут найти помощь, поддержку в нашем лице, в лице наших обеспеченных людей города. И им помогут, будет какое-то чудо для них. Они смогут свои таланты проявить не только в городе, а на всю Россию и стать знаменитыми, известными и счастливыми. Те дети, которые испытывают очень сильные переживания, выступая перед зрителями с песней и танцем, на фестивале вместе с родителями изготавливают себе оригинальные авангардные костюмы, которые также будет оценивать компетентное жюри. Продемонстрировать ребята их смогут при одном из выходов на сцену во время финала. Подготовкой к дефиле займутся двое известных мастеров своего дела, чьи воспитанники выступают на неделе моды в Москве, а также в других странах мира. Польза от репетиций по подготовке к дефиле для участников этого конкурса будет колоссальная. Иногда дети не понимают, что от них хотят, но когда они выходят на сцену и понимают, зачем у них были эти многочасовые репетиции, зачем мама отшивала костюм и наряд, они ловят кайф, и, естественно, они становятся счастливее, они преодолевают себя. То, что выход на сцену, это все равно в любом случае страшно, какой бы возраст это ни был. Но больше переживают всегда мамы. Выход на сцену делает детей сильнее. Они по-другому начинают смотреть на мир. Многие страхи уходят. Родители, исходя из реакции ребенка, начинают понимать, в каком направлении следует дальше развиваться их чаду. Попробовать и добиться успеха – вот о чем мечтает сейчас каждый из участников. Кастинг на фестиваль продолжается до 5 декабря. Напомним, что финал конкурса состоится в Рязани, в ресторане «Небо» 17 декабря. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». И на этом у меня все. Напомню, что новости вы также можете смотреть на нашем сайте. город62.tv Я прощаюсь с вами до завтра. Мы подведем итоги этой недели. А пока хорошего завершения дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова